Зачем просить чего-нибудь у святых, если можно попросить у Бога? Что у кого просить? В интернете куча информации. Но все-таки почти в каждом храме икона семьи Романовых. О чем принято просить их и нужно ли? Вопрос, как мне кажется, интересует многих из нас. И отчасти Даша, которая задавала этот вопрос, права. В любой непонятной ситуации надо молиться Господу Богу. Мы христиане, мы не николаиты, мы не кто еще. Как там у апостола Павла было. Я Петров, Я Павлов, Я Аполлосов. Христовы мы все. И действительно, каждому из нас в любой жизненной проблеме обращаться надо к Господу Богу. Но если вы придете в храм, вы увидите, что иногда икону Христа так не сразу найдешь. На иконостасе разве что. Справа от царских врат. Любой священник, который закупает икону в свечной лавку, знает, что Матронушки надо взять побольше, Николая надо взять еще побольше, Сенюшки надо взять побольше. А Спасителя, ну, дайте парочку, пусть лежит у нас, это как совсем будет нехорошо, что в храме иконочки Спасителя нет в продаже. Вот, и лежат они и полятся годами, и в следующий раз ты уже думаешь, брать икону Троица или не брать. Кто, чтобы Троица молится, да никто не молится. Да, вот дайте нам побольше вот таких-то святых, святому, которому помогает от зубной боли, святому, который помогает от головной боли, который помогает квартиру купить, который помогает квартиру продать, тот, который знает курс биткоина на завтра и так далее. В общем, мы давно уже разделили всех святых по специализациям, и это превращается действительно в нечто уже совершенно антихристианское. Христос забывается. Мы начинаем рассматривать святых как обязательных посредников между человеком и Богом. В Писании говорит, что нет, не будет никакого другого посредника между Богом, Отцом и нами, кроме как Господа нашего Иисуса Христа, который един с Отцом и Духом Своим. Поэтому мы все с вами, друзья мои, должны вернуться к этой христоцентричности, не искать какую молиточку почитать, какому святому, для того, чтобы получить желаемое. А говорить этому святому, отче Никола, прошу, тоже со мной помолись. Я прошу Господа Бога помощи, и ты со мной попроси, ибо где двое-трое соберутся во имя Мое, там я посреди них. Вот это настоящее, если хотите, молитва по соглашению. Как при жизни у святой Матроны, у блаженной Ксении Петербургской, Иоанна Кронштадтского просили молитвы ко Госуду Богу, и Господь услышал их. Не потому, что он глуховат и хорошо слышит только, допустим, Иоанна Кронштадтского или святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского, Сан-Франциского. Тебя не слышат, потому что ты грешный, тебе молитва, мол, не доходит до Небесной канцелярии. Потому что эти святые настолько дерзновенные, настолько их молитва крепка, они прямо к Госуду Богу врываются в эти небесные обители, стучат, выламывают ногой двери Небесной канцелярии. Господи, ты можешь, я знаю, помоги. Господь как-то отвлекается на это дерзновение, и мы просим, чтобы вот эти святые, они и сейчас помогли нам, но не вместо нас, а вместе с нами. Это такой очень важный момент. То есть мы не просто отдаем свою беду, печаль, святому Николаю. Вот ты, мол, разберись, а я пойду дальше жить, как попало. Нет. Это такой очень важный момент. Мы просим, чтобы они присоединились к нашей молитве. Молили Бога о нас вместе с нами. Не покупаем мы молитву. Не идем к тому, кого наверняка Господь слышит. Давно мы молились святому Василию Великому или Григорию Богослову, или Симеону Новому Богослову? Давно, друзья мои? Может быть, даже никогда. Потому что... А что они могут? А что они умеют? А что они посылают? Здоровье дадут? А то здоровье дадут, тогда буду молиться. Мы сильно заточены под получение каких-то материальных благ. Естественно, любим тех святых, которые нам в первую очередь помогают. Но помогают не они, помогает Господь Бог. Ни один святой не может сделать ничего без помощи Божьей. Он их... Они Божьей силой, Божьей помощью, Божьей благодатью воздействуют на нас. Они в нем, и Он в них. Они едины. То есть не отдыхает Господь где-то на небесном шезлонге, а что Николай бегает по земле, решает наши проблемы. То есть нет. Они тоже молятся ему. Даже ангелы-хранители не могут пальцем пошевелить для того, чтобы нам помочь без воли Божьей на то. У нас, кстати, тоже есть такой вот культ ангелов-хранителей. Прочти как в древнем гностическом прошлом. Зачем ребенка крестите? Ну, чтобы ангел-хранитель у него был. А что, вот ваш ребенок впал в 3-2 месяца настолько грешный, что Господь Бог не может ему послать ангела-хранителя в любой момент его жизни для того, чтобы защитить его? Ну, для этого же креститься надо. Нет. Мы во Христа крестимся, не в ангелов-хранителей. Господь в любой момент может послать любому человеку, любого вероисповедования, любому городу, государству, стране и континенту, той и целой планете, своих ангелов, которые, в суть, служебные духи. Так и со святыми. Мы просим, чтобы они Бога умолили. Но не так, как турецкого султана, который требует, чтобы его хвалили, умоляли, преклонялись, там себе голову пеплом посыпали, слезы истощали и целовали туфлю. То есть, нет, не в этом речь, а в некоторой дерзновенной любви к Госуду Богу. У них больше, чем у нас, и они понимают, что нам надо. И с той Николай помолится не так, как мы. Господи, дай нам двухкомнатную квартиру на Таганке, здесь и сейчас, и не мешай мне жить так, как я хочу. Господи, дай мне целомудренную не сейчас, как говорил Блаженный Августин. А помолится так, чтобы материальное наше благо, наше земное здоровье не помешало жизни нашей вечной. К сожалению, друзья мои, часто так оно и происходит. Чем больше здоровья, чем больше средств, тем дальше мы от Бога. Если ты бьёшь себя в грудь и говоришь, «Уж я уж точно, я знаю все эти подводные камни, я наверняка знаю, что будут у меня средства, будет у меня желаемое, я буду жить праведно и непорочно». Тысячи, миллионы людей так говорили, тысячи, миллионы людей падали с этих высот очень больно и разбивались. Как говорит апостол Иаков, просите что-то, но не получаете, потому что просите не для того, чтобы употребить желаемое на пользу душе вашей. Я немножко перефразирую. А молиться ли Святым Царством с трастотерпцами или нет, это уже ваше дело. Мы не говорим, что им принято молиться о том-то и том-то. Ты любишь их, молись им. Ты прочитала их жизнь, их житие, полюбила их. Вот и молись. О чём молиться? О спасении души, о здравии души и тела. О том, чтобы христиане, исполняйте заповеди Христова, чтобы мир не превращался в ад. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok